А почему не люблю я Олега Геннадьевича? А потому что хочу любви к себе. Потому что я к любви отношусь не как к служению, а как к желанию. Я любовь неправильно поняла, я ее жду. Я не знаю, что не дождешься никогда, потому что этот сам принцип неправильный. Надо любовь отдавать. И там и то есть три стадии, которые, прежде чем ты счастливым будешь, надо три стадии пройти. Первая стадия – это принятие человека. Ты отдавала, отдавала, и вдруг ты его переварила всего. Идешь домой, и не ругаться идешь, а знаешь, что дома руганий уже нет, потому что мы друг друга приняли, привыкли друг к другу. У нас все хорошо. Мы не ругаемся, почему? Потому что вот, что чтобы он не сказал, я уже знаю, уже приняла. Не спорив с ним, как бы он так считает, ладно, ничего страшного, я мудрая, не дура какая-нибудь, чтобы спорить с мужиком. Потому что женщины, которые считают себя умными и спорят с мужиком, они дуры. А женщины, которые не спорят с мужиком и считают себя глупыми, они умные. Так всегда в жизни. Человек, если считает, что у него есть недостатки, значит, он разумный. А если он считает, что у него все нормально, значит, глупый. Или мужчина тоже идет домой, как бы, и он все нормально, он уже принял свою жену. Капризничает? Да я уже привык. Постоянно хочет, чтобы я к ней по-доброму нежно относился. Бегал на задних лапках перед ней, все делал, что она хочет. Я уже привык к этому. Не сложно, чуть-чуть надо, чуть-чуть напрячься. Это же много времени занимает. Прийти домой, вот что жена хочет? Хочет, чтобы видел только ее перед собой. Ну и посмотри только на нее. Что, тебе жалко, что ли? Вот пришел домой. А-а-а! Я так постоянно делаю, прихожу к жене. Ой, какое у тебя платье красивое, она говорит. Она ей нравится? Она говорит, да. Я говорю, да. Она говорит, что никогда не видел? Ну я искренне говорю, да, вот что-то я не помню. Она говорит, этому платью уже 20 лет, мой хороший. Ну и весело, улыбаемся. Хорошо проводим время. Понимаете, о чем я говорю или нет? А если пришел, как бы пошел по делам, жена тебя встретила, а ты пошел по делам, ну тогда получи, фашист, гранату. Ты думаешь, я что такое вообще сделал-то? Я просто пошел в свою комнату. Неужели это большая проблема? Мужчина, я для вас говорю. Большая проблема. Да я в свою комнату просто пошел. Что я сделал вообще? А вот надо просто понять, что для тебя ты ничего не сделал, а для нее весь мир перевернулся. Потому что она живет вот для этих нежных взглядов, для того, чтобы ты все время ходил на цыпочках дома. Делал все так, как она хочет. Потому что если ты будешь по-другому делать, это ей будет приятно. А она хочет, чтобы ей дом всегда был приятным. И у каждой женщины свои бзики. В этом приятно. Которые она считает естественными и правильными. Потому что если ты будешь жить с другой, они тоже будут свои бзики, естественные и правильные, но другие. И надо это все принять. Потому что так устроен этот мир. Мужчина, допустим, ты видишь, как бы с работы пришел. Надо на него посмотреть зависимым взглядом. Только от него все зависит в жизни. Его сразу расслабит, вот сразу. Вот женщина, вот достаточно такого взгляда. Ему сразу легче станет. Ну, бац, начнет такой. И вы подумаете, вот дура. Ну, вот такие мужчины, ну, женщины тоже такие глупые. Ты чути, чути, ля-ля-ля-ля, она ваааа. Тоже, вот дура. Да, мы вот такие дураки все. Хотят люди любви просто. Счастья хотят. И все. Мужчины вот так, как хочут счастья. Женщины так. Продолжение следует.